Евангелие от Луки Евангелист Лука в 10 главе Конечно же, он цитирует слова, которые, вероятно, были рассказаны ему другим апостолам, потому что тот же текст используется в Евангелии от Матфея, 9 глава, это тоже синаптическое Евангелие Во втором тихе он говорит, и сказал им, «Жатвы много, а делателей мало» Итак, молите Господина Жатвы, чтобы выслал делателей на Жатвы Свою Урожай воистину созрел Проблема не с урожаем Проблема с делателями И вот о чем церковь должна молиться Молитесь, чтобы Бог выслал делателей Которые способны распознать спелый урожай И способны собрать его для Бога Итак, что я хочу проповедовать сегодня? Я хочу проповедовать на тему Господин Жатвы Но я вам гарантирую, как говорят в Новом Орлеане Возможно, вы никогда не посмотрели на это с такого ракурса То, что я говорю, я говорю Духом Божьим И я не говорю в отрыве от контекста Писания или учений и доктрин ранней церкви Что мы слышим иногда как новое, это не новое Это новое для нас Но ничего не нового под солнцем Что Бог говорит сегодня, Он уже проговорил И одно то, что для тебя это новость, еще не значит, что это что-то новое Одно то, что ты раньше этого не слышал, еще не значит, что это не Бог Если ты слышал это, то это не откровение Это откровение, потому что ты не слышал этого Оно открылось, потому что ты не знал этого И так не все лишь только подтверждение Некоторые вещи и откровения Шанда Шудо-маскидо Кикстарда-ханда И это разочаровывает меня Потому что у нас есть целое поколение людей, которые говорят, что Бог лишь подтверждает И они закрыли себя по отношению к свежему слову Они закрылись к тому, чтобы Бог говорил к ним Они закрылись от того, что Бог продолжает проглашать Они закрылись от того, чтобы иметь ухо слышать, что Дух говорит к церквям И я скажу это, уж коли я в этой теме Библия говорит, что будет голод в последние дни Но это не будет голод по хлебу или воде Это будет голод по слушанию Слова Божьего Нету проповедования Слова Божьего Нет недостатка в проповедовании Есть недостаток людей слушающих Нам нужно читать наши Библии Некоторым из нас нужно бросить библейский колледж И заняться фонетикой И научиться читать Потому что некоторые вещи настолько просты Тебе нужен помощник, чтобы понять их неправильно Хорошо Итак, Библия говорит Молите Господина Жатова, и чтобы Он послал делателей Библия говорит в Евангелии, Иоанна 12, глава Если есть зерно пшеницы Пришел сейчас прославиться Сыну Человеческому Истинно, истинно говорю вам Если пшеничное зерно, пам в землю, не умрет То останется одно А если умрет, то будет посеяно То принесет много плода Парай стихов позже Истин скажет Когда я вознесен буду от земли Всех привлеку к себе Сие, говорил он, давая разуметь, какую смерть И он умрет Он утверждает духовный принцип Вот он Настало время Сыну Человеческому прославиться Пойми, что ты называешь славой И что он называет славой Это два разных измерения славы Для нас слава это популярно И для него славой была смерть Настало время Сыну Человеческому быть прославленным Если у тебя есть зерно пшеницы Оно остается одно Но если оно умрет И посажено Оно принесет много плода Он продолжает дальше и говорит Что если я буду вознесен Я привлеку к себе всех людей Привознесен Он здесь не говорит о наших служениях Хвалы и поклонения Говоря о вознесении Он говорит не о том, что мы делаем Пока не выйдет проповедник Вознесением, о котором он говорит здесь Была его смерть Не то, что мы делаем Привлекает людей Но то, что он делает Привлекает людей И именно поэтому Наши служения созданы Не чтобы тебя привлечь Они созданы, чтобы привлечь его Пойми, если мы превозносим его Он привлечет Не если мы тебя превознесем Нас не волнует Что тебе не нравятся песни Которые мы поем Их не для тебя поем Нас не волнует Что тебе не нравятся старые гимны Их не тебе поют Тайми, мы ошибочно принимаем стиль за содержание Нам нравятся новенькие стучки И нет ничего в этом плохого Но реалия такова, что дело не в том, как ты поешь Дело в том, что ты поешь Дело не в стиле, дело не в ритме То ли ты хлопаешь на две четверки, или на одну треть Это не имеет никакого отношения к делу Но что именно ты говоришь ему Вот что приводит его в дом Признание его Мы приходим признать, и почитать, и прославлять его И мы приходим превозносить его имя Есть гимн, который пели в древней церкви Где говорится, свят ты, о Бог Свят, о могущих елей Свят, о ты, вечный Бог На греческом Тидея не значит милость Как мы поем с милости все Элеосон происходит От греческого слова Которое еще значит елей И это мы перевели с милости все Или проявить жалость Буквально это значит, Господь усиль меня Пойми, что ты зовешь милостью, ты думаешь, что Богу станет тебя жалко Но что Бог зовет милостью Это наделение тебя полномочиями Чтобы в самом разгаре своих испытаний Ты не потерял свою веру Но ты способен воодушевлять Или усиливать других людей Через свою ситуацию Пришел час Сыну человечеству быть прославленным Дайте мне некоторое время Я знаю, куда я веду И если вы отстанете, ловите следующий автобус Он пойдет через 15 минут Просто держитесь за меня Он говорит, если зерно пшеницы останется одно Это ничего не дает Но если оно умрет и будет посеяно Оно принесет много плода И Иисус это божественное семя Фактически Библия запросто говорит нам Если ты читаешь Писание Книга Галатам Библия говорит, что Бог проговорил Каврааму Что Он благословит Его семя Не как о многих семенах, множественное Но о Христе Так что Бог никогда не говорил Я благословлю твоих детей Я благословлю Христа, который в тебе, Авраам Все это время Бог смотрел именно на Христа И через народ Израиля Бог взрастил Христа И Иисуса, который был в Аврааме И эти люди были благословлены Из-за семени, которое было там Именно семя Бог решил благословить Именно поэтому Бог сегодня благословляет Не только Израиль Он благословляет всех В ком есть семя У него есть особое влечение к Израилю Но Бог Он почитает семя А не свое влечение Бог не эмоционален Не в этом случае Бог не обязан благословлять людей Которые Ему нравятся Он благословляет цель И всегда Его целью был Христос Итак, Христос Это Его божественное семя И если Он был божественным семенем Ему нужно было найти почву, куда посеяться Которая приняла бы его Смотри, недостаточно Хотя семя имеет жизнь Она не может произвести растение Пока не будет посажена в почву Которая способна содержать его Пришел к своим И свои не приняли его А тем, которые приняли его Дал власть Дал власть быть сынами Божьими И так Он ищет почву Чтобы посеять свое семя Именно поэтому первый Адам Был сделан из праха земного Потому что Бог знал Я буду сеять семя в эту землю Именно поэтому Когда Бог Прежде чем Бог сделал Адама Он остановил принцип Когда Он сказал Сделал каждую травинку Каждое дерево Он сказал, что они будут Приносить семя И каждое семя Будет производить по роду своему Другими словами Апельчиновое дерево Никогда не даст яблок Дерево манго Никогда не производит папайю Яблоня никогда не производит бананов Каждое дерево Дало производить по роду своему Оно не может производить по другому роду. И так Бог постановил, что мы будем из праха земного, и потом Он говорит, я посею семя в тебя, и семя, которое я посеял в тебя, именно это я хочу, чтобы ты произрастил. Семя, которое Он посеет в нас, это семя по имени Христос. Потому что если Он сеет в нас, Он получает от нас то, что Он нас посеял. Вот почему Он говорит, что всю твою жизнь... Он сказал змею, когда змею пролестил Еву, Он сказал, что всю твою жизнь ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах земной во все дни жизни твоей. Адам был сделан из праха земли. До той поры, пока Адам жил по плоти, сатана имел законное право поглощать его. Ты можешь плескать елеем, брызгать водой, можешь гнать благословенные платки, ты можешь ввести духовную брань, ты можешь согнать всех ходатайов, сколько тебе захочется. Если ты корнишь этого змея, он не уйдет. Ты можешь избавиться от него, только перестав кормить его. Не чердить на то, что крокодилы постоянно прибегают к твоим дурям, если ты продолжаешь выкладывать их туда еду. Некоторые из вас, вы знаете, избавиться от бесовкового преступления в вашей жизни, но вы продолжаете кормить их. Первый Адам был от земли земной. Если ты продолжаешь кормить их землей, этим прахом земным у них есть законное право быть там. Многое из того, в чем нам приходится сталкиваться в церкви, мы сами на себя навлекаем. Мы сами на себя навлекаем, потому что мы продолжаем кормить похвати и аппетитной плоти, вместо того, чтобы жаждать того, что от Духа. Когда мы заменили духовность культурой, и когда церковь лишь восполнила моральные обязательства, а не духовную жажду, когда мы приходим в церковь, потому что она нам нравится, а не потому что мы обязаны приходить, не потому что мы жаждем слова, мы приходим, потому что нам нравится музыка и хор, мы выбираем церкви, которая отвечает нашим плотким потребностям, а не духовным потребностям. Мы ищем мест, где нас будут развлекать, а не кормить, и у нас анорексия, и церковь умирает, но нам по приколу сам процесс. Служение и благословит нас Бог, но суть истины в том, что некоторым из нас, как пасторам и лидерам, нужно переопределить поклонение и переосмыслить, что мы делаем, чтобы завлечь вас сюда. Суть истины в том, что Бог, вот почему мы здесь, и наше поклонение создано, чтобы привезти его сюда. Оно не создано, чтобы заманить тебя сюда, потому что, если ты не вернешься, покушай меня, от этого не будет зависеть, будет ли исцелен больной или воскрешен мертвый. Если ты не придешь, это не определяет покаяться и будет ли обращен грешник, но если он не появится, мы станем чувствительными к ищущим, но не чувствительными к духу. Мы угостили дух, чтобы тебе было комфортно, а не сделаны неудобно для тебя, чтобы привлечь Бога в дом. Дайте мне несколько секунд. Он пришел к своему, свои его не приняли, а тем, которые приняли его, дал власть быть, как он. И это семя, это жизнь, должна быть посеяна в землю. Библия говорит во 2 Коринфянам 4,7, что мы имеем это сокровище в земных сосудах. Где сокровище Божье? Оно в земном сосуде. Где секрет Божий? Где святое? Где скидывая Божия сегодня? Она в сердцах людей. Алло, Мария, ходившая на праздник Пасхи, из-за того, что она потеряла Иисуса, и ты, и Иосиф ушли на три дня за пределы Иерусалима, и только тогда поняли, что Иисуса нет. Это для проповедей. Это можно проповедовать, потому что, как многие из нас путешествуют, и даже не догадываются, что присутствие Христа больше не с нами. И когда она пошла искать Его, Библия говорит, что они обыскали весь город, и последнее место, куда они пошли, был храм. И это позор, что мы искали Его везде, когда нам следовало пойти в первую очередь на Его место, то есть в храм, и искать Его там, где Он всегда был, в пределе Его Отца, совершая волю и страсть, которую Он был, поклонный, вполнить. И Мария сделала ту же ошибку, которую мы сегодня делаем. Она сказала, я и Отец, кто искали тебя. Извини меня, Мария, Иосиф ему не отец. Его Отцом был Бог с небес. И мы делаем ту же ошибку. Мы верим, что обладаем какими-то человеческими атрибутами, которые привлекают присутствие Божье. Но мы ничего не можем делать, чтобы привлечь Его сюда. Он приходит, потому что Он жаждет прийти. Он решает выйти с небес и спуститься в Мэйби-центр. Не потому, что мы спели правильную песню, но потому, что это наша судьба, что Бог обитает в словословии своего народа. Это не колдовство. Это не какой-то ритуал или церемония, которую, если правильно сделать, Бог появится. Он не человек, чтобы им манипулировать. Нашими заученными фразами и нашей шикарно звучащей музыкой и нашими купированно организованными программами, что привлекает Бога сюда, это когда Его люди жаждут Его и говорят, мы пришли в Мэйби-центр не на епископа Аши посмотреть. Мы пришли не на проповедников глазеть. Мы пришли не смотреть, что вы делаете. Мы пришли, чтобы мы могли ощутить Его. Вы, которые потратили деньги на автобусы, на самолеты, потратили тысячу, две тысячи, чтобы быть здесь. Да запретит вам Бог выходить отсюда, говоря, классное время провели. Вы должны уходить отсюда, мышляя и измененные, и увидевшие лицо Божье, и говоря, я знаю, зачем я сюда приехал. Оно стоило вложений. Это была не конференция. Это был святой сенок. Мы приехали в присутствие Божье, и мы изменились. Мы изменились. Первое Коринфянам говорит нам, что мы рождены по образу земного, и нам также следует найти образ небесного. Евреям 1 и Колоссянам 1 говорит нам, что Иисус — это выраженный образ Отца. Он есть выраженный образ невидимого Отца. Иисус — выраженный образ Отца. Не физически. Его человеческое тело не было выраженным образом Отца, потому что Бог — есть дух. У него нет физического тела. Не было прелики, который обладал бы Иисус в теле, потому что Библия говорит, что не было в нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Однажды текст называет его не иначе, как червем. Не было земного влечения к Нему. Итак, что же Он пришел явить здесь? Это была божественная природа Отца. Это не была физическая внешность, но то была жизнь, которая была в нем, то был Отец, который был внутри Его. Когда Он сказал, если видели Меня, Вы видели Отца, Он не говорил о своем теле. Он не говорил о своих земных атрибутах. Он говорил, что когда ты видел то, что Я делаю, когда ты видел то, как Я живу, Я оставляю для тебя пример. Проблема с церковью в том, что мы отказываемся, мы отказываемся становиться такими, как Он. У меня нет другого послания. Я могу проповедовать его тысячи различных путей. Не важно, где я могу начать, но я закончу тем, что я хочу быть таким, как Он. Пойми, я нашел свое одно, чего возжелал я от Господа. И это не имеет отношения к тому, что я проповедую, я вам это просто так подброшу, бесплатно. Если твой молитвенный лист содержит больше одного пункта, он слишком длинный. Пока ты не найдешь одного, чего ты возжелал, и чего ищешь, ты никогда не сможешь пребывать в доме его навеки. Единственный способ пребывать в его доме навеки, это найти тот один пункт. И если ты смешленный, этот один пункт будет включать в тебя все пункты. Но проблема в том, что ты ищешь всех тех остальных пунктов так сильно, что пренебрегаешь этим одним пунктом. Ты ищешь вещей, а не того, у кого есть те вещи. Если я обрету его, я получу вещи. Если я получу вещи без него, у меня нет силы держать вещи. Но если я получу его, тогда он дает мне вещи. И это его ответственность заботится, а не проплачивать вещи, хранить их новыми. И когда вещи составят, создать мне новые вещи. Мы жаждали вещей, а не его. Я хочу его. Пусть он даст мне вещи. Мы принесли образ Небесного Отца. И так приходит Иисус. Послание евреям говорит нам уникальный текст. Хочу, чтобы вы уловили это. И я хочу, чтобы вы уловили это Духом Святым. Книга евреям. Библия говорит. Вот, я прихожу в цветке книги. Тело ты уготовил мне. Вот что он говорит, Давид. Вот я пришел в цветке книги. Послушай, как он приходит. Он приходит в цветке книги. Давид сказал, «Все мои дни заключены в твоей книге». Павел говорит, что мы живем и послание всеми читаемые. Иоанн в последней главе Евангелия от Иоанна, в последнем стихе говорит, «Если бы весь мир был наполнен книгами, не хватило бы их, чтобы вместить все дела, которые он делал». Могу я пророчитовать к вам сегодня? Что он по-прежнему приходит в цветках книги. В этой книге четыре Евангелия. Но и другие Евангелия, которые записываются, может, они никогда не войдут в святой канун Писания, но они настолько же актуальны, насколько актуально то, что писали Павел, Петр, Матфей или Марк. «Твоё свидетельство настолько же существенно, как и то, что они дали нам. И иногда, когда люди не берут читать эту книгу, именно твою книгу, они будут читать и увидят, и они будут ей изменены». Он по-прежнему приходит в свитки. И если бы земля была наполнена книгами, не хватило бы, чтобы рассказать всю историю. Потому что, несмотря на то, что он прожил лишь 33 года на земле, его история не в 33 года длиной. «О, она по-прежнему слагается, потому что он по-прежнему переживает, и по-прежнему прикасается, и по-прежнему работает среди своего народа». Когда мы начинаем поклоняться в церкви, когда мы начинаем приходить в церковь, молиться или поклоняться, или проповедовать, или сварить, мы не входим во время, в то время, в котором мы живем. Вы не поклоняетесь... Что сегодня? Апрель какое число? 18-е. Вы не в 18 апреля. Без 15.10 в Талфе Оклахома. Ты не здесь. С момента, как ты вошел в это здание, и твоя цель была быть в Него присутствии, это земное служение присоединилось к нескончаемому небесному служению. Твое поклонение просто смелось с песней, которая еще никогда не прекращалась, с того момента, как Бог выступил из Вечности и решил явить себя. В тот момент ангелы начали петь, и небеса начали поклоняться, и наше земное поклонение просто сливается и выступает за пределы пространственно-зременного континуума, и вступает за пределы объяснимого и определяемого физикой. И наше поклонение просто присоединяется к небесному поклонению. Именно поэтому Писание говорит, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Когда наше земное поклонение начинает подражать и соединяется с тем, что происходит на небесах, происходит что-то сверхъестественное, и это больше нас. Так что история, которая... Именно поэтому кровь, которая была пролита две тысячи лет назад и сегодня эффективна. Потому что, когда грешник приходит к водам, чтобы креститься, и к алтарю, чтобы исповедоваться и уверовать, в этот момент грешник не приходит к алтарю в Мэйби-центре, но он подходит прямо к подножию креста. И та кровь, как она была важна тогда, обладает той же силой избавлять и исцелять. Потому что время не везде... Время не существует само по себе. Оно создано Богом и для Бога. И служит лишь временным целям Бога. Время — это цилиндр, который создал Бог, чтобы поместить туда человека и дать ему некоторое время пожить. Но Бог живет за пределом времени, и Бог время от времени позволяет нам пережить вечное. Вот что такое поклонение. Поклонение — это временное ощущение вечного. Слышь, это хорошее определение. Я сам себе принесу пожертвование. Это было хорошее. Я никогда не слышал такого раньше. Я сам себе заплачу за него. Только что пришло по откровению. Купи истину и не продавай ее. Иисус говорит по евреям 10.5 «Тело ты приготовил мне». Первое користино говорит, что мы — тело Христово. Послушай, тело ты уготовил мне. Первое користино говорит, что вы — тело Христово, а по уровню — члены. Он по-прежнему в своем теле. Лица имеют норы и птицы гнезда, а сыну человеческому негде преклонить голову. Он не говорил о месте переночевать. Не было тела, которое было бы достаточно взрослым, чтобы его главерство могло почить на нем. Не было тела, которое могло бы справиться с весом его головы. Я еще вернусь к этому через минуту. До вас начинает доходить? Держитесь со мной. Вот почему Библия говорит, что Слово Божье не вернется к нему тщетным, но достигнет и совершит то, за чем Он послал его. Позвольте помочь вам здесь. Ты был рожден от нетленного семени, которое есть Слово Божье. Каждый из вас родился от нетленного семени, которое есть Слово Божье. Если ты родился от Слова, и Слово не вернется к нему тщетным, но совершит и достигнет всего, что было послано сделать, Если ты родился от слова Могу я пророчествовать тебе? Ты не вернешься к Богу, пока не достигнешь и не совершишь все, что Бог послал тебя сделать Я здесь, чтобы сказать тебе, что нет ни одного человека, кто покинул бы эту землю, пока не совершит Ни 12-летняя дочка, ни 90-летний дед Ни один человек не уходит, пока не достигнет этого Смерть это не враг, который прокрадывается и крадет то, что ей не принадлежит И Иисус уже победил в силу смерти И смерть это теперь просто инструмент, который использует Бог, чтобы показать людям, что ты сделал свою работу, теперь возвращайся ко мне Смерть это просто инструмент, сосуд, который Бог использует, чтобы показать тебе, ты закончил, сделал достаточно, теперь возвращайся к своему источнику Потому что Библия говорит, что тело возвращается к Богу, но дух возвращается, то есть плоть возвращается вправь, но дух возвращается к Богу. Ты не можешь вернуться куда-либо, если ты не пришел оттуда изначально. Я здесь, чтобы сказать тебе, что ты не вернешься к Богу, если ты изначально не пришел от Бога. Кто-то скажет, ересь, это не ересь. И Иисус сам сказал, что нельзя вознестись, если ты не зайдешь сначала. Никому не погода найти на небо, если они не были раньше на небе. Теперь для вас, геологов, которые будут оспаривать факт, спорить с Четвертым Советом, который осудил Концидентский Совет, который осудил источники, учившие о предсуществовании души. Это для вас, богословов, которые стеклись сюда со всего университета Урала Робертса. Послушайте меня некоторое время. Прежде чем вы уйдете, может, вам захочется почитать святого Григория Язницы, который и ныне предлагает проповедовать, и кто считался одним из величайших отцов церкви, и говорит, что если душа существовала вне Бога, это ересь, но зная, что Бог везде одновременно, когда Бог помыслил свою первую мысль, Он помыслил все мысли, и все мысли содержались в одной великой мысли, которая есть мысль «Я ересь». Следовательно, души существовали и существовали в Нем. И если они существовали в Нем, это не ересь, потому что они являются частью божественного утверждения, которое Бог установил еще от начала. Как я вам теперь знал, это то, что проповедовали отцы. И не можешь вернуться к Богу, если ты не пришел от Него изначально. Вот почему некоторые из вас, вы не можете удовлетвориться тем, где ты сейчас. Ты думал, что ты сходишь с ума, ты думал, что ты теряешь рассудок, потому что люди хотят спасти, лишь бы только попасть на небо, спастись, лишь бы только избежать ада. И по какой-то причине ты не хочешь быть спасенным, лишь бы только. Есть что-то в тебе, что говорит, что должно быть больше. Должен быть более великий уровень. И другое измерение в Боге. И там, где другие христиане лишь пытаются пробраться, ты пытаешься сделать что-то достойное славы и цели и поручения, которые Бог возложил на тебя. И ты борешься, думая, что ты сходишь с ума, потому что никто не понимает тебя. И когда ты идешь на ваши грошовые молитвенные встречи, они молятся просто, чтобы отметиться ищетнуть. Пуф! Бегом оттуда. Но ты молишься о том, чтобы пришел урожай. Ты молишься о том, чтобы пришло пробуждение. Я здесь, чтобы пророчить его тебе. Ты не рехнулся. Господин, жатва грядет. И ему нужны люди, которые могут определить, что жатва созрела. Дайте мне несколько минут, скоро я начну проповедовать. Просто дайте мне несколько минут, я почти закончил свое вступление. Виде тела Христова. Могу я хоть прочитать вам стишок? Матфея 13, 44. Для вашего образования. Послушайте, что тут говорится. Еще подобно Царство Небесное сокровище, скрытому на поле, которое, найдя человек, утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает в поле то. Позвольте мне помочь вам. Позвольте мне, правда, помочь вам. Там не говорится о спасении. Потому что спасение ты не покупаешь. Спасение не бесплатно. То есть спасение бесплатно, ты не платишь за него. Но здесь не говорится о спасении. Понимаете, кто-то сказал мне однажды, я должен сказать вам об этом, может, пару месяцев назад. Понимаете, Азуза это сок в ладе. Она открывает новые круги и иные сферы для тебя, когда стоишь на этой сцене. И люди, они, люди постоянно звонят, и кто-то сказал, епископ, ты знаешь, ты много лучше бы проповедовал, если бы ты перестал трогать доктринальные аспекты и постоянно связываться с тем, во что люди веруют. И если бы ты перестал проповедовать доктрины и просто проповедовал бы Евангелие, я сказал, я мог бы перестать проповедовать учения и доктрины, если бы некоторые перестали преподавать лжевые учения. Нам нужно исправлять то, что было преподано неправильно. Так что, позвольте мне разобраться с одной проблемкой здесь. Здесь не говорится о спасении. Потому что это Иисус, который покупает целое поле. Писание говорит, ибо вы куплены ценою. Посему прославляйте Бога в пилах ваших и в душах, в ваших, которые суть Божьи. И так это Иисус, который покупает все поле. Послушайте меня. Он не покупает только сокровища. Он покупает все поле. Поймите, некоторые хотят быть с тобой только когда у тебя все супер. Некоторые хотят обращать на тебя внимание, только когда они знают, что ты полностью освобожден и у тебя все в порядке. Когда ты благословлен и преуспеваешь, и все хорошо. Но Иисус не такой. Он не просто покупает сокровища. Он покупает все в поле. Он хочет все в твоей жизни. Не только ту часть твоей жизни, которую ты пытаешься исправить. Он хочет грязную часть. Он хочет ту часть, с которой никто больше не хочет связываться. Вот почему после того, как он поменял имя Якова на Израиля, он продолжает говорить «Я Бог Якова». Почему он продолжает говорить «Я Бог Якова», хотя и Яков было его грешное имя? Потому что Бог не стыдится быть отосбивленным с тобой, даже когда у тебя все хуже некуда. Когда другие не хотят садиться рядом с тобой на собрание в церкви, это хорошо, потому что оставь это место пусты. Потому что когда он войдет в это здание, это место для него. Потому что ценность сокровища определяется лишь стоимостью поля. То, что Бог делает в своей жизни, велико лишь только благодаря боли, через которую ты прошел. Тебе разрешено царствовать с ним только, если ты страдаешь с ним. Это слово. Итак, когда он приходит, он покупает все поле, не только ту часть поля, на которой есть сокровище, потому что он хочет тебя всего. Он хочет ту часть тебя, которую не хочет твоя семья. Он хочет ту часть тебя, за которую тебя чуть было не отлучили от церкви. Позвольте мне помочь вам здесь. Для тех из вас, кто не читает Библию. Праведный семь раз падает. Но что делает его праведным, так это то, что он встает. Что облагораживает освящение этого человека, так это то, что он продолжает вставать. Кто-то недавно обсуждал со мной недавний успех в последней песне Донни Макларкина. Святой это лишь грешник, который упал, но все же встал. И вот я слышал всю эту полевику, потому что они не хотят, чтобы святых называли грешниками. И они говорят, что есть нечто богословски неверное в то же дисциплине с грешниками того, кто уже был омыт кровью. И поэтому песня теологически некорректна. Но позвольте мне сказать вам кое-что о поклонении. Поклонение не обязано быть теологическим. Поклонение не приходит отсюда. Поклонение приходит отсюда. И я знаю, что есть много песен, которые мы поем, которые богословски некорректны. Например, не оставь меня, мой Спаситель. Я знаю, что Он никогда не оставит меня и никогда не покинет меня. Просто некоторые из вас выслегли Богу, и вы не понимаете нас, но некоторые из нас, мы знаем, что мы спасены, мы знаем, что Бог с нами. Но когда я простираюсь прикоснуться к Нему, иногда моментальное свидетельство Его присутствия не появляется. И я не богословие пою, я пою то, как я чувствую. Потому что иногда, если я пою просто, как я себя чувствую, Бог почитает мне теологическую корректность, Бог почитает оттворенное сердце. Потому что мне интеллектуальная навороченность впечатляет Бога. Это не твоя теология, и не твоя цитариология, и не твоя хромосология, и не твоя глизиология, и не твоя христология, и не твоя пневматология, и не твоя эскатология впечатляет Бога, но вопль твоего сердца впечатляет Его. Но есть проблема в нашем эго, которая заставляет нас бояться отождествления с грешниками. Что-то в нас ужасно неправильно. Если бы не по иной причине изобилие откровения о том, кто мы в Божьем Царстве, было бы настолько велико, если бы вы только знали, кто вы такие, если бы вы только поняли, кто вы есть на самом деле, этот дьявол не имел бы шансов устоять против вас, но это знание часто порождает гордыню. Итак, если нет других причин для правильного исповедания, это хранит утверждения моей жизни сбалансированными, чтобы я постоянно был в курсе того, чтобы Бог не делал в моей жизни это по благодати, а не по человеческим достижениям. Так что святой и есть грешник, который падает и встает, и потом они опять падают, и они могут опять встать, и потом они опять падают. Я знаю, что некоторые из вас вы гордитесь Богу с веками, так что вы никогда не падали. Но не обманывайте себя. Твое постное лицо и чистая одежда никого не впечатляет. Твои шу-ка-ма-сайи, шу-ка-ма-скита, кик-стар-а-хандра никого не впечатляют, потому что ежедневно мы боремся со своей плотью. Ежедневно в нас есть проблемы. И если ты говоришь, что ты не грешил, что я уже согрешил, ты обманул себя. Проблема в том, что церковь, и я скажу это, потому что я православный, вы не можете сказать такое, но я могу. Проблема в том, что большинство из вас страдает римофобией. Вы настолько боитесь римской католической церкви, я не католик, я сирийско-православный, но вы продолжаете держаться тех же самых доктрин, которых вы так боитесь. Так что теперь вы ввели уровни в грехах. Вы, хотя вы не зовете это вечным грехом или простимым грехом, по-прежнему вы в уме считаете, что один грех страшнее другого. Но каждый из вас, кто собрал в твоей налоговой декларации, каждый из вас, кто сплетничал, сказал что-то, на что не имел доказательств, и клеветал, каждый из вас, кто думал, что ты лучше кого-то другого, ты самоправедливый дьявол. Грех есть грех. Нарушив закон в одном, ты нарушил его во всем. Все мы прелюбодеи. Все мы предатели. Все мы воры. Ибо если я нарушил закон в чем-то одном, я нарушил закон во всем. Может, я через минутку начну проповедовать. Я почти закончил свой первый пункт. Он покупает все поле. Послушай меня, послушай меня, послушай меня. Когда Иуда предал Иисуса до 30 черепленников, Библия говорит, что он отнес деньги первосвященнику и сказал, что мне они не нужны. Они отказались принять их обратно, потому что это были деньги крови, и это была суббота, и они не могли отквернять себя. И когда Иуда повесился, они взяли серебро, и они пошли и купили поле горшечника. А поле горшечника это где хоронили посторонних или не иудеев. Также, если горшки не получались, если они были разбиты или бесполезны, их выкидывали на это поле, которое было кладбищем, могу я пророчествовать тебе? Они обязаны были купить поле горшечника, потому что ты и я были на этом поле. Мы были осколками горшков, которые никто не мог использовать. Никто не думал о нас достойно, мы были посторонними чужаками, недостойными быть в присутствии Божьем, но по благодати Божьей и непослушанию одного человека, Бог по-прежнему нашел благоволение и взял его грех и обратил нам во славу. Он купил поле, потому что мы были там. Дайте мне некоторое время. Иуда. Непослушание Иуды привело нас к отношениям с Богом. Если зерно не умрет, если зерно пшеницы не умрет и не будет посажено, оно не принесет плода. Держите со мной. Но если оно упадет на землю, если оно умрет, то упадет в землю. Оно произведет много по роду своему. Первый Адам был душой и живой. Но Библия говорит, что он был от земли, земляной. В нем не было жизни. Грязь не имеет в себе жизни. Хотя она содержит питательные вещества, чтобы содержать жизнь, сама по себе она не имеет жизнь. Семя внутри себя содержит жизнь, но оно нуждается в почве, чтобы питать присущую ему жизнь, которая всегда была в нем. Итак, Иисус, божественное семя, посеяно в землю. И когда оно посеяно в землю, оно произведет по роду своему. Держитесь. Я, может, через минуту доберусь до господина жатвы. Оно производит по роду своему. У Бога был один сын, но он хотел много сыновей. И так он позволил одному сыну умереть и быть посеяно, славу. когда он воскреснет, у Бога был не один сын, а один сын привел много сынов во славу. Итак, Бог, осознанно отдав своего одного сына, теперь получает много сыновей. Позволив сыну быть посеянным, теперь многие из нас становимся как Он. Вы еще со мной? Когда это семя производит по роду своему, оно дает нам всю силу становиться как Он во всех аспектах нашей жизни, чтобы проявить божественную природу, дабы подобие, которое было потеряно в саду, теперь было восстановлено. Образ никогда не забирался от нас, только подобие. Адам был создан по образу и подобию Божию, так? Он потерял подобие, но не образ. Вот почему мы теперь дети Божьи, но еще не открылась, чем мы будем, но когда Он откроется, мы будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Ты будешь как Он, и так Он обретает обратно наше подобие. Мы получаем назад свое подобие Ему. Образ всегда был с нами, вот почему дьявол не налит для тебя. Позвольте, скажем что дьявол их любит, а вас ненавидит. Дьявол ненавидит всех. Слышали, да? Он не связывается с тобой, потому что ты в миру. Еще как связывается. Не только спасенные проходят через ад на земле. Он ненавидит всех, в ком есть образ. И Бог никогда не позволит ему забрать образ, просто чтобы продолжать раздражать его. Неважно как низко человека пустится в жизни. Неважно как сильно они как низко они унизят свое достоинство. Неважно как сильно он сможет осквернить их, он никогда не сможет затронуть образ. Поэтому вот они сидят на креке, не могут больше жить без него. В грехе, что бы то ни было, алкоголики, пьяные, что угодно, зависимые, с чем бы ни была проблема, посреди всего этого. Угадайте, что? Дьявол по-прежнему ненавидит их, потому что он не может избавиться от образа. Почему? Потому что ты всегда будешь духом. Неважно как сильно ты можешь осквернить тело, он никогда не сможет осквернить дух. Это изначальное которое вдумал Бог. Это его. И никогда не заберешь этого от него. И неважно сколько он будет сражаться с тобой и атаковать тебя, это единственное, что никогда не разрушишь. Теперь, когда мы приходим ко Христу, мы теперь учимся добавлять к образу подобия, чтобы теперь образ, который никогда не был осквернен, имел ценность и подобие, присущие ему, чтобы мы возрастали в его подобии и делали то, что он делает. Вы со мной держитесь, со мной я знаю, куда я клоню. И она один говорит он был в мире и мир через него начал быть и мир его не опознал. Ученики получили откровение того, кто он такой. Они знали, что он был сын Божий, но они не знали, как жить на этом уровне сыновства. Они не знали, как жить, соответственно, этого мандата духовного хождения. Пойми, реалия такова, что большинство нас знает о нем, но нет практической жизни, связанной с этим знанием в нашей голове. Недостаточно знать о нем и не быть способным ощущать то, что он оставил для твоего опыта. Теперь вот тут мы получим немного мяса. Смотрите, держите. Вот в чем суть. Мне следовало бы говорить к вам как к духовным, но я не могу, говорит Павел, потому что вы кладские. Вот есть церковь, пятигранное служение, все дары, все дары в действии, и однако в плотские. Изобилие духовных даров не подчеркивает духовности. Дело не в дарах, дело в жизни. Дело не в идеальной жизни, дело в покорной жизни. Дело не в человеке, который не делает ошибок, дело в человеке, который покорен Христу во всякое время, чье совершенное да, и покорное послушание страсти Божьей заставляет их низменные тела изменяться в образ Его славного тела. Вы слышите меня? Павел продолжает и в Еврее говорит, что вам надлежало бы быть учителями, но мне снова нужно учить вас. Почему? Вам следует есть мясо, потому что мясо принадлежит зрелым, но вы опять на молоке. Вот в чем проблема, вот в чем проблема. Смотрите, Иисус говорит своим ученикам, еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете справиться с этим. Реальность такова, что есть места в Боге, куда Бог преднамерил нам войти, но мы не вкусим их, мы не увидим их, мы не поймем их, мы не вместим их, пока мы не будем готовы возрастать. Проблема не в даровидности, проблема церкви в том, что мы продолжаем искать даров, постоянно пытаясь один другого переплюнуть, вместо того, чтобы искать возрастание в нем, полная мера и возраст Христов. Все хотят быть великими евангелистами, хотят быть декуандом на Сионе, хотят быть прекрасными, но послушай меня, помазанное служение это вторичное последствие личного посвящения. Люди, которых использует Бог, не искали того, чтобы Бог их использовал, они искали Его, и они оказались достигнутыми тем, кого надеялись постичь. Они пытались обрести Бога, и Бог обрел их до того, как они смогли обрести Его. Вы со мной? Теперь смотрите. Он был в мире, но они не познали Его. Они получили откровение о том, кто Он такой, но не о том, что это значило для них. Они знали, что Он был Сын Божий, но они не знали, как проявить то, что Он открыл им, как возрастать в Него. Вот к чему я веду. Луки 9 говорит, что они пошли в город, где было много самарян. Когда они пошли к самарянам сказать, что идет Иисус, смотрите, Иисус готовится проповедовать, Он хочет войти в город, они не хотят, чтобы Он вошел в город, потому что они знают, что Он после этого собирается идти в Иерусалим. Ученики говорят, почему бы тебе не призвать огонь с небес и не убить их всех? Это то, что они сказали. Похоже на некоторых из нас. мы продолжаем считать, что это наша задача защищать Бога, как будто Бог не может защитить себя. Мы по-прежнему действуем, как ветхозаветные пророки, а не как новозаветные сыновья. Мы хотели призвать огонь с небес, вместо того, чтобы понять, что таким вещам просто надлежит быть, вместо того, чтобы выбрать путь сыновства, вместо того, чтобы выбрать путь покорности, мы продолжаем выбирать путь, который приносит смерть в нашей жизни. Держитесь со мной, я знаю, к чему я клоню. И исповедание Петра, ты есть сын Бога, Мессия, живой Бог, сын Бога живого. Чуть дальше Иисус говорит, Иисус говорит, Петр говорит, только через мой труп. Скажи им, пусть они только попробуют, будут иметь дело со мной. Иисус говорит Петру, ты думаешь не о том, что Божье, но что человечье. Другими словами, ты не понимаешь этого, ты по-прежнему двигаешься по плоти, не так, как Дух Божий движется. Мы проклятые в этом поколении, потому что церковь продолжает разбираться с вещами по плоти, а не так, как Христос хочет разбираться с этим. Ты можешь целый день валить виновно мирское сообщество. Люди не обращаются, потому что нет в нас того, чего они жаждут. Нету атрибутов царства, достойных обращения. Ты не можешь говорить покайся, если ты не можешь закончить это предложение. Покайся, ибо приблизилось к тебе Царствие Небесное. У нас есть толпы народа, которые проповедуют покаяние, но нет олицетворения царства. Люди не придут, пока они не увидят царство. И не наша способность приводить их, а наша способность олицетворять Божье царство, вот что побудит людей каяться. Если нет покаяния, нет царства. Где Царство Божье олицетворено, люди будут каяться и начнут приходить. Послушай, я почти закончил. Тебе нужно понять это. Это место одиночества, когда ты жаждешь более высоких уровней в делах Божьих. Это место одиночества, когда ты начинаешь говорить, должно быть что-то большее. Это место одиночества, когда ты более стремишься к истине, нежели к проповеди вся ценность, которая развлечения. Это место одиночества, когда ты начинаешь жаждать проповедовать не ради проповеди, но ты жаждешь проповедовать ради того, чтобы истина могла быть открыта и люди могли быть изменены. Это место одиночества, и очень мало будет людей, с которыми ты сможешь сесть за стол и наслаждаться отношениями завета с ними, кого не волнует, какие кусли ты носишь, какую машину ты водишь, в каком доме ты живешь, и сколько денег тебе платят, чтобы ты проповедовал. Но люди, которые говорят, я делаю это, потому что на мне полномочия делать это, я проповедую не потому, что это круто, но потому, что мне есть что сказать. Это вторичный результат того, что я прилепился к Богу. Я не искал того, чтобы проповедовать. Ты не можешь искать шансов проповедовать. Ты не можешь искать того, чтобы пророчествовать. Ты не можешь искать того, чтобы быть евангелистом. Ты не можешь искать ничего из этого. Ты жаждешь Его, но мы породили поколение людей, которые жаждут всего, чего угодно, но не Его. Мы пересчитываем людей, а не жаждем Бога. Это место одиночества. И Иисус говорит, что есть тридцатикратные сферы. Когда ты сеешь семя, оно приносит иное в 30, иное в 60, иное во 100 крат. Измерение в Боге, к которому ты стремишься, иное принесет 30, и ты можешь остановиться там, если хочешь. Внешний двор восхитителен, если ты никогда там не был. Ты никогда не был во внешнем дворе, так ты просто устраиваешь там тусовку. Но после того, как ты просидел во внешнем дворе 30 лет, тебе следовало бы начать интересоваться, а что же там во святилище? После того, как ты провел 20 лет во святилище, тебе следовало бы заинтересоваться, что же происходит во святом святы. Проблема церкви в том, что мы настолько в восторге от происходящего во внешнем дворе, мы даже и не помышляем, и если ты начнешь говорить, что хочешь знать, что происходит в... Они начнут говорить, что с тобой что-то не то. Ты слишком глубоко копаешь. Не требуется таких глубоких актролерий. Тебе не нужно быть таким глубоким. Просто будет... Пусть все будет просто. Что? Скажи мне хоть одну вещь, сказанную Иисусом, которая была бы простой. Иисус был одним из глубочайших людей, известных мне. Нет ничего простого в том, что Он сказал. Если ты не готов отречься отца и матери, дочери и сестры, ты не подходишь для моего царствия. Если хочешь обрести жизнь, тебе нужно потерять ее. Я пришел принести меч. Я пришел направить тебя против твоей семьи. Что тут простого? Кто не ест твою плоть и не пьет моей кровью, тот не имеет части во мне. Что тут простого? Что простого? Нет ничего простого в том, что Он говорил. Проблема в том, что у нас были простые, недалекие проповедники, которые боялись бросить нам вызов двигаться на более глубокие уровни, потому что они сами боялись идти в те места. Позвольте помочь вам. И так они держали нас за простачков. И сказали нам, что нам не нужно глубоко копать. Но позвольте мне помочь вам. Кто из вас получил Духа Святого? Поднимите руки. Кто из вас говорит языками, как Дух дает провещевать? Позвольте мне сказать вам кое-что о Духе Святом. Он носится над пучиной, над глубиной водной. Он не носился над мелкими лужицами. Он откисает только с глубокими океанами. Если ты исполнен Духа Святого, ты уже глубок. Ты уже глубок. Ты достаточно глубок, чтобы вместить самого Бога. Если ты можешь вместить Бога, Павел говорит, вам исполнится всем полнотой Божьей. Малыш, ты не мелкий, если можешь быть наполненным полнотой Божьей. Ты слушаешь меня? Божье постановление. Я знаю, куда я клоню. Теперь послушай, послушай, послушай. Вот чего Он ждет. Чтобы мы сделали, чтобы мы вышли на иной уровень. Мы не можем оставаться там, где мы есть. Бог проговорил ко мне сегодня вечером. Я молился в своей комнате. И Он сказал мне эти слова так ясно. Он говорит, пока Мои люди сполна не поймут, кто они. Пока они до конца не поймут, кто они. Они всегда будут подвластны силам врага. Они не могут освободиться от Его бешеной атаки, пока они не восстановят понимание своей личности. То, что дьявол атаковал в саду, было их пониманием себя. Ева, если ты съешь от этого дерева, ты будешь как Бог. Послушай меня. Она уже была как Бог. Он атаковал лишь то, что уже принадлежало ей. Позвольте мне сказать это тебе, потому что это освободит тебя. Дьяволу позволено атаковать лишь только то, что Бог уже утвердил. То, с чем он связывается, связывается лишь потому, что Бог уже сделал духовное обетование там. Услышь меня. До тебя не доходит. Ева, если ты съешь от этого дерева, ты будешь как Бог. Он атаковал что-то, что у нее уже было. Дьяволу может атаковать лишь то, что Бог уже утвердил. Его привлекает только то, что Бог уже утвердил в духовных сферах. До тебя не дошло. Если он вмешивается в твои деньги. Единственная причина тому в том, что он знает, что Бог уже сделает духовное обетование о твоем богатстве. Он вмешивается в твою семью. Он бы не стал вмешиваться туда, если бы Бог уже не сделал обетование там. Он вмешивается в твою церковь. Он связывается с твоими членами. Он вмешивается в твоем строительном фонде, в твоих программах. Это все потому, что Бог уже делал обетование там. Он атакует лишь то, что Бог уже утвердил. Теперь я перехожу к господину жатве. Итак, вот к чему мы идем. Послушайте, что он говорит. Я хочу прочитать вам отрывок Писания. Итак, братья, будьте долго терпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли. И для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Послушайте меня. Чего он ждет? Он ждет драгоценного плода земли. Послушайте меня. Марка 4 говорит, что земля сама собой производит. Сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Тогда он немедленно посылает черп и собирает плод в себе. Услышь меня. Сперва зелень, потом колос, потом зерно в колосе. Чего ждет Господин? Он не ждет зелени. Мы учили, что урожай. Мы преподавали это искренне, веря в то, что урожай – это когда души приходят в царствие в больших количествах. Нет, это не урожай. Урожай – это не души. Есть ли у тебя знакомый фермер, который в момент, как пробьется зелень, созывает работников и говорит, настало время жарь? Он не пожинает росту зелени. Он продолжает смотреть. И он продолжает ждать, чтобы поле начало приносить слот. Он не выходит жать зеленую траву. Или только что проклюнувшиеся деревья. Он ждет зрелого урожая. Урожай – это не новые души. Урожай – это зрелая церковь. Он ждет неприщепствия многих душ. Он ждет, чтобы ты, который давно здесь, перестал играть в ребячество, возрос в него. В него. Он устал от того, что ты прикидываешься ребенком и говоришь, как младенец, и живешь, как ребенок. Он ждет, чтобы ты возрастал в него, отложил в сторону свои детские вещи. Итак, зачем приходят господин жатвы? Он осматривает поле, и урожай созрел. Но мало делателей, которые готовы различить созревшее поле. Мало делателей, которые готовы распознать, что он ищет не количество. Он хочет качества. Он хочет тех, кто ходит в духовной зрелости. Кто ходит в духовной власти. Не просто массы. Он хочет тех, кто сполна возрос. Кто отложил ребячество и становится подобным ему. Схвати своего соседа и скажи, настало время стать взрослым. Вот в чем суть. Суть в том, что время взрослеть настало. Перестаньте играть в игрушки и прийдите к духовной зрелости. Урожай созрел. Есть люди, которые покидают места духовной незрелости. И Бог бросает вызов лидерам. Размечить зрелое поле. Позвольте мне сказать вам кое-что. Позвольте мне сказать вам кое-что. Когда мама кормит владенца, это отвратительно. У тебя дома 16-летний ребеночек. И тебе нужно перетирать мясо, потому что у него нет способности жевать и переваривать его. Тебе приходится перемешивать его со смесью малыш для 16-летнего мальчика, 30-летнего мужа. Это неправильно. Но младенцу, ему можно добавлять твердую пищу к смесям, и он растет. Ты дай младенцу кусок мяса, и хотя он не способен съесть его, он высосит из него каждую каплю... Разве не так? А мы настолько испуганы. Ой, а как же младенцы? Что? Мы не хотим обидеть, мы не хотим уходить в глубины ради младенцев. Типа того, они не понимают этого. Реалия такова, что именно новые имеют участь слышать, а те из нас, кто уже давно здесь и думают, что уже все знают. Нападки против служения никогда не приходят от младенцев. Они всегда приходят от тех, кто уже давно с нами, и думают, что заняли ключевое место на рынке. Те, кто думают, что они понимают Бога, который за пределами понимания, и кто думают, что они могут описать неописуемое и дать имя тому, что за пределами человеческих наименований, и объять необъятное. Вы слушаете? Реальность в том, что есть поколение церкви, которое выходит на иной уровень, и они говорят, «Меня тошнит уже от этих игрушек, не пичкайте меня больше молоком, хватит с меня уже бутылочек, дай мне...» И меня не волнует, насколько это будет глубоко. Бог даст мне лучше понять это, потому что Библия говорит, «Не видел того глаз, не слышала уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл... А нам Бог открыл это Духом Своим, Духом Своим, и в Дух все проницает и в глубины Божьи. Не говори мне, что я не смогу что-то понять. Дух Святой, который во мне проникает во все, особенно в глубины Божьи, настало нам время потрясти себя и дать дьяволу знать, «Я не играю больше в игрушки, я уже не ребенок». Господин Жатвы ждет, чтобы ты возрос в Него, то есть в полноту умеры возраста Иисуса Христа. Что делает Бог не принадлежит кому угодно? Что делает Бог принадлежит лишь с древнелым, тем, кто способен подняться оттуда, где они были, и сказать, «Я отказываюсь удовлетворяться». Услышь меня, Луза, когда вы разъедетесь в этом году. Вы должны уехать отсюда, не рассказывая, «Это было прекрасно, это было чудесно». Я ненавижу, когда люди говорят мне, «Ты классно справился». Это была хорошая проповедь. Я проповедую не для того, чтобы быть чудесным. Я не проповедую, чтобы быть великим. Мое послание не планируется быть милым. Вы должны подходить ко мне и говорить мне, «Я в смятении». Я не знаю, что сказать. Мне не понравилась проповедь, потому что она возмутила мой ум. И я теперь жажду иного уровня. Я приехал сюда не развлекать вас. Мы приходим сюда вечер за вечером, чтобы мы могли подняться на иной уровень, но чтобы мы могли сказать себе, «Я хочу быть таким, как он». Что-то должно быть большее. Должен быть больший уровень, нежели этот. Должно быть нечто большее, чем мы слышим, и большее, чем то, что мы слушаем. Библия говорит в Откровении 19, что Иоанн был, что Иоанн был на небе. И он ходил там, и увидел, как кто-то подходит к нему, и он пал и начал поклоняться. И кто бы то ни был, он сказал, «Встань, Иоанн, не поклоняйся мне, я сослужитель тебе и братьям твоим». Другими словами, были уже ребята, которые были уже на небе, которые начали выглядеть, как Иисус. Поэтому, когда Иоанн увидел их, он пал и начал поклоняться. Но они сказали, «Иоанн, я просто такой же, как и ты. Но я понимаю, кто я, и я догадываюсь, на кого я похож. Я здесь, просто чтобы дать тебе знать, что есть сферы, которых ты еще не видел. Есть места, куда ты еще не входил. Есть духовные сферы, которые ты еще не ощущал. И не можешь оставаться там, где ты есть. Ты не можешь стоять на том месте. Ты не можешь уехать оттуда. Ты не можешь уехать отсюда неизмененным. Ты должен сказать Богу, чего бы то ни стоило, «Я хочу быть, как ты». «Я хочу быть, как ты». «Я должен быть, как ты». О, Господи! Когда восстановление, это не только, когда ты теряешь что-то. Восстановление, это когда Бог возвращает тебе больше, чем ты потерял. И именно когда Бог восстанавливает, он потерял первого Адама, но он получил назад целый сад. Первый Адам умер,